Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию концерт «Музыкальный Санкт-Петербург XVIII-XIX веков», подготовленный учащимися педагогами детской музыкальной школы номер 2 имени Глинки. Мы проводим этот концерт в музее «Урал-Эрмитаж» в рамках творческого проекта «Концерты в музеях Екатеринбурга». И сегодня выступления наших артистов будут сопровождать комментарии сотрудника научно-просветительского отдела музея Помазуевой Татьяны Николаевны, которые помогут нам с вами еще в большей степени погрузиться в атмосферу музыкального Санкт-Петербурга того периода. Я с большим удовольствием передаю слово Татьяне Николаевне Помазуевой. Благодарю вас, Наталья Владимировна. Дорогие друзья, коллеги, уважаемые посетители, нам очень приятно, что концерт вызвал столь живой интерес. Как справедливо отметила Наталья Владимировна, мы проводим нашу музыкальную встречу в рамках выставки «Столичная панорама», на которой представлены виды Санкт-Петербурга, начиная с начала XVIII века и заканчивая первой четвертью века XX. И, конечно же, облик города невозможно представить без его жителей, без музыки, которая звучала в дворцах и особняках. Как известно, Пётр Алексеевич хотел ногой твёрдой встать при море, прорубить окно в Европу, и из этого прорубленного окна потянуло ветром перемен. И, мне кажется, ярче всего эти перемены проявились в культуре и в быту. Пётр I издал специальный указ 25 ноября 1718 года, в котором законодательно ввёл новую форму досуга – ассамблеи. И петровские ассамблеи проводились во дворце Александра Даниловича Меншикова, который был тогда генерал-губернатором. И у нас на выставке есть прелестные гравюры Алексея Фёдоровича Зубова и его коллеги Алексея Ростовцева, которые показывают, каким был дворец Меншикова на Васильевском острове. В соответствии с петровским указом посещать ассамблеи должны были не только дворяне, но и их жёны. За этим пристально следил царь Болов Югужинский. И вначале дворяне, не привыкшие к этой форме досуга, жались по углам, страшась монаршего гнева за отсутствие веселья. И мужчинам-то ещё было чем заняться – курить в трубки, играть в карты. А вот дамам, знаете, заняться было решительно нечем, разве что обмахиваться веером или платочком. Но всё чудесным образом изменилось, когда стало популярно домашнее музыцирование, когда Феофан Прокопович, Александр Данилович Меншиков, Головин завели у себя домашние оркестры, когда дети именитых дворян начали учиться музыке. Сейчас мы знаем, что княжны Черкасские, княжна Кантемир, прекрасно графини Головины играли и на клавесине. Многие обучались игре на виоле, архе, флейте. И в память о веке XVIII, о его начале, о первых Петровских ассамблеях прозвучит музыка французских клавесинистов Куперена и Ромо. В исполнении дуэта «Домр» Камаева Евгений и Крупиной Марии прозвучит два произведения. Франсуа Куперен «Маленькие ветряные мельницы», Жан-Филипп Ромо «Перекликание птиц». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они выбрали для сегодняшнего концерта Произведение Александра Константиновича Глазунова Дело в том, что в 2023 году В январе исполнилось 125 лет Со дня премьеры балета Раймонда Которая состоялась в Мариинском театре И которая имела бешеный успех И композитору преподнесли лавровый венок Ну, я думаю, лучше всего скажет музыка об этом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Александр Константинович Глазунов был достойным учеником Петра Ильича Чайковского, а Чайковский, я полагаю, вы согласитесь со мной, является одним из самых прославленных и самых любимых русских композиторов. И сейчас прозвучит вокальная лирика Чайковского, которую искусствоведы сравнивают с лирическим дневником. В дальнейшем темы, которые звучали в романсах, найдут своё дальнейшее воплощение в музыке и оперной, и симфонической. И вот в романсах Чайковского есть решительно всё. И чувство острой неудовлетворённости, и душевный разлад, и не менее сильная жажда счастья. Прозвучат два романса Петра Ильича Чайковского в исполнении Натальи Зиминой. Растворил я окно и, на слова Якова Полонского, песнь «Цыганки». Концертмейстер Волкова Эльвира Александровна. Концертмейстер Волкова Эльвира Александровна. Конец. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вспоминай, али другая Друга милого любя Будет песни петь, играя На коленях у тебя Мой костер в плане светит, Искры гаснут на лету Мочью вас никто не встретит, Мы простимся на мосту Мой костер в плане светит, Искры гаснут на лету Мой костер в плане светит, Искры гаснут на лету Мой костер в плане светит, Искры гаснут на лету Музыковедов, но я уверена, что коллеги согласятся Со мной, пишут преимущественно о симфоническом творчестве Оперном, гораздо меньше о творчестве камерном И, как матери пианиста, мне даже обидно, очень мало Пишут о фортепианном творчестве, а ведь Пётр Ильич Чайковский Написал более 100 пьес, различных по объему и типу Именно с русского скерца для фортепиана Начинается, можно сказать, признание Это был первый печатный опус И закончил свой творческий путь Пётр Ильич третьим фортепианом концертом Он был написан в 1893-м незадолго до смерти И в этот же самый последний год жизни Пётр Ильич Написал цикл фортепианных пьес, знаменитый опус 72 И сейчас, как вы понимаете, будет звучать музыка Чайковского И будет звучать она в исполнении детей И это, поверьте, тоже очень важно И попадает в самый нерв нашего сегодняшнего концерта Поскольку XVIII век, первая половина XIX Это время домашнего музыцирования Позвольте, я вот процитирую фрагмент из истории русской музыки Автор пишет Трудно было найти такой интеллигентный дом, где бы не пели, не играли на фортепиано На арфе или скрипке Иногда складывались целые семейные ансамбли Занятие музыка было неотъемлемой частью домашнего дворянского воспитания И сейчас мы с вами сможем убедиться, как многое могут дети, которыми руководит талантливый педагог АПЛОДИСМЕНТЫ Петр Ильич Яковский Неаполитанская песня Исполняет Лиза Харченко Концертмейстер Лихачева Вероника Сергеевна Педагог Крупина Мария Николаевна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Чайковский «Полька» исполняет Лев Попов. Педагог Вуланова Елена Николаевна. Спасибо. Спасибо. Чайковский «Похороны куклы» исполняет Рыбакова Даша, педагог, заслуженный работник культуры России, Лазарева Елена Семеновна. Чайковский «Полька» исполняет Рыбакова Елена Николаевна. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Вольфган Камадей Моцарт. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта». Исполняет Цветова Алиса. Педагог Буланова Елена Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Роберт Шуман, веселый крестьянин, возвращающийся с работы домой. Исполняет Маша Станкова, педагог Лазарева Елена Семеновна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Концертмейстер Лихачева Вероника Сергеевна Педагог Крупина Мария Николаевна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Михаил Иванович Глинка «Мазурка» исполняет Анфиса Пожаева, педагог Лазарева Елена Семеновна. Спасибо. 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 Георг Гальтерман «Капричио» исполняет Михаил Сорокин, концертмейстер Лихачева Вероника Сергеевна, педагог Краснова Ирина Казимировна. Спасибо. 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 Антон Диабелли «Сонатина» исполняет Полина Шамина, Алиса Бланшер, педагог Лазарева Елена Семеновна. Спасибо. 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 Петр Ильич Чайковский «Осенняя песня» исполняет Лев Попов, концертмейстер Лихачева Вероника Сергеевна, педагог Краснова Ирина Казимировна. Спасибо. 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 Педагог Лазарева Елена Семеновна. Спасибо. 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 В Санкт-Петербурге на Михайловской площади располагался особняк графа братьев Вильгорских. Вильгорские гремели, знаете ли, не только на всю Россию. Гектор Берлиоз посетил Санкт-Петербург в 1847 году, присутствовал на музыкальных вечерах вечерах у Вильгорских и написал особняк братьев Вильгорских настоящее маленькое министерство изящных искусств. Там выступал Ференс Лис, там выступала Полина Виардо и выступали Роберт и Клара Шуман. Прекрасная пара. В 1840 году Клара Вик, дочь известного лейпцигского преподавателя фортепиано, блистательная пианистка, которая свой первый концерт дала в 11 лет, в 1840 году они наконец-то соединились. После 13-месячной тяжбы, судебной даже, так отец Клара Вик был против этого брака. Но этот год стал для Шумана в буквальном смысле годом песен. Счастливый новобрачный написал в 1840 году 131 пьесу для голоса и фортепиано, 10 пьес для нескольких голосов и фортепиано и 6 пьес для мужского хора акапелла. И в этом 1840 году был создан самый известный вокальный шумановский цикл, знаменитый цикл «Любовь поэта». Вот здесь, в этом самом цикле сконцентрировалось, как мне кажется, все, что характерно для вокального стиля Шумана. Внимательное очень отношение к поэтическому слову и к поэтике стиха, тонкий психологизм в музыке. И если говорить о выразительных средствах, то в этом цикле не песенная, а декламационная мелодика. Форма очень свободная, постоянно развивающаяся и очень изысканная гармония. Если позволите, я зачитаю два стихотворных перевода, поскольку прозвучат эти произведения на немецком языке. Чарует красотой умай, и зелень взгляд ласкает, кругом любовь, не виден край, как сердце замирает. Чарует красотой умай, и в каждом птичьем пенье слышны признания для вас, что я грущу в томлении. И второе произведение. Услышал я песню голубки своей, что льется с любовью, бывало, и в грудь мою дюжина входит ножей, боль в сердце пронзает, как жало, и гонит, и гонит глухая тоска туда, где под пологом леса я выплакать горе смогу. Лишь тогда невидимой станет завеса. Из цикла «Любовь поэта» прозвучат два произведения. «В сиянии теплых майских дней» и «Слышу ли песни в звуке» Исполняет Наталья Кондратенко, концертмейстер Кондратенко Евгений Александрович. Спасибо. 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 «Любовь поэта» «Любовь поэта» «Любовь поэта» «Любовь поэта» Субтитры создавал DimaTorzok 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 и хочу поблагодарить за великолепные комментарии, за расширение нашего кругозора. Спасибо большое. Дорогие коллеги, милые мои консультанты, уважаемые зрители, спасибо вам большое за поддержку. И я хотела бы закончить наш концерт словами Генриха Густавовича Нигауза, который справедливо говорил, что талант создать нельзя, но можно создать почву, культуру, на которой эти таланты произрастают. И моей основной задачей было подвести к мысли о том, что Санкт-Петербург, который запечатлён в гравюрах художниками, графиками, и, безусловно, был той самой почвой, на которой щедро произрастали таланты, и музыканты, и исполнители концертные, поэты, художники. И, уважаемые коллеги, если у вас есть время, я приглашаю вас пройтись со мной по выставке. Я обещаю не очень сильно душнить, рассказывать поживее. Давайте поговорим, если вам интересно. на выставке. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Я Наталья Владимировна. Позвращаю. Спасибо. Нет, вы знаете, пусть будет. Пусть будет. Хозяйственное приветствие. Да. Спасибо вам ещё раз огромное. Спасибо вам. Спасибо. Да, именно так, на сайте музея. Причём, на сайте появляется даже раньше, чем, например, в Телеграм-канале. И поскольку... Ну, вот я сейчас пойду со всеми обниматься, а вы спросите у администраторов, они вам найдут, покажут. У нас и очень удобный интерфейс на сайте. Поэтому следующий концерт, коллеги, 27 мая, будет выступать профессор Аверин. Это будет альтовый концерт «Биола» от барокко до современности. 27 мая здесь же, да. То есть только альтовая музыка и в профессиональном исполнении профессора Аверина. Туночка, ты украшения, Ольга Артуревна, спасибо. Ну всё вот.